Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то выскажусь, что так. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начинается программа «Встретились, поговорили». Ее проведу сегодня я, Олег Пека. Совсем скоро мы будем встречаться, говорить, слушать. Конечно же, Дни Казинника в Риге начнутся. И буквально вот с 25, 26, 27 февраля нас ожидает три встречи, три концерта. Ну и это прекрасный повод для того, чтобы сегодня пообщаться с известным музыкантом, культурологом, философом, просветителем, лектором-музыковедом, автором книги «Тайны гениев» Михаилом Семеновичем Казинником. Здравствуйте, добрый день. Это у меня теперь твой сахар. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Для того, чтобы появилось, конечно, новое поколение гениев, новых каких-то талантов, их нужно образовывать, нужно выращивать. И вот я знаю, что не так давно вы были в рамках международной конференции по новым технологиям «Ad Crunch Global». Вот называлось, по-моему, это «Образовательный потенциал цифровых учебников». И вы очень ярко выступили, рассказывая именно о том, какой вы видите школу будущего. Но вот в то же время очень многие говорили о том, что почему мы на телевидении чаще видим Моргенштерна, чем вас? В чем какой-то парадокс странный? Почему так происходит? Ну, вы знаете, это, по-моему, не парадокс. Это вся история человечества. Ну, не хочу быть никаким расистом, а то иногда меня называют в Швеции, именно в Швеции, культурным расистом, когда я возмутился, что в консерватории открыли кафедру поп-музыки, и она звучит, и там поп-музыка рядом со скрипкой. Такая консерватория замечательная. И когда я сказал, что все-таки отделите поп-музыку от скрипичной, от симфонической музыки, мне сказали, что это культурный расизм. Что я считаю, что какая-то музыка ниже какой-то другой. То есть как я смею считать это? И я почувствовал в этом начало беды, понимаете? Потому что вот эта уравниловка, которая не существовала в течение истории человечества, все знали, что есть высокая, элитарная, глубокая, есть шкала ценностей, наверху гений, космический посланец, дальше талант, очень большой талант, просто талант, дальше просто хорошие, замечательные люди, специалисты в своих областях. И, к сожалению, еще ниже есть куда спускаться, понимаете? Это ограниченное мышление, кретины, дебилы. Причем не такие вот откровенные, что их нужно сожжать немедленно в каких-либо чем-то внизу. Да. А просто человек, который не способен одновременно соединить две разных мысли. Понимаете? То есть вот может быть так и так. То есть у них нет так называемого антиномического мышления. А антиномия – это когда две идеи как бы противоречат друг другу, но обе имеют право на существование и развивают мысль человечества. Так вот большинство людей, к сожалению, не антиномично. То есть антиномия вызывает у них злобу, агрессию и так далее. И вот вы знаете, я вынужден это сказать, я всегда боялся таких вот определений. Мы слишком рано сказали, что мы развились до уровня хомо сапиенс. Понимаете, мне кажется, что мы развились до идеального уровня хомо имитатикос. То есть человек подражающий. И когда мы стали говорить друг с другом, у нас повез речь, то мы гордо объявили, что мы высшее проявление разума, потому что мы гладим речью. А я считаю, что мы просто достигли такого уровня подражания, что теперь подражаем и речи. Понимаете, то есть это не значит, что мы мыслим, а это значит, что мы – это кусок соседа, кусок школьной учительницы, такой глупой-глупой, например, если умная, но я беру именно тот вариант, когда глупая, кусок телевизионных программ, которые за пределами всего разумного. То есть кусок массового мышления, массовой культуры. И вот из всего этого сформировалась речь хомо имитатикос. Которая повторяет чужие мысли, но не может сам воспроизвести ни одной мысли. Да, мы все время, да. Мы просто достигли высочайшего уровня подражания. А культура подлинная, искусство, то есть то, что не Моргенштерн, грубо говоря, это штучный товар, понимаете? А еще и в истории человечества было так, что великая музыка принадлежала графам-князьям. Другое дело несправедливость, что она принадлежала им только по рождению. Потому что порой графов и князей мы встречаем среди простого народа. А среди графов и князей встречаем те, кому я бы лишил звания графа и князя. Вот здесь я не расист, понимаете? Потому что это лотерея. Вот когда сейчас будут наши дни казиньи, мои дни в Риге, то я заранее уже скажу, что сюда приедут три великих музыканта, из которых одному 14 лет, другому 15, третьему побольше. Он доцент Питерской консерватории, он один из лучших пианистов мира. Она сегодня в свои 14 лет одна из лучших скрипачей мира. А он в свои 15 лет один из абсолютно лучших виолончелистов мира. И вот они собираются на одном концерте, на одной площадке. Понимаете? Я просто счастлив, что после двухлетнего перерыва мы не просто возобновляем дни казиньика, а что мы возобновляем их на таком уровне, который и не снился еще вчера. Иова Эйгус, кстати, была в нашей студии, когда мы просто все были потрясены, как будто какое-то солнышко включилось, засияло. Насколько от человека исходит сияние просто? Да. То есть она к 14 годам, и это видно, что там работали люди, конечно, там мама замечательная, там родители, и мама математика, естественно, музыкант, но дело не в этом. Дело в том, что вот такие люди, как Илова, или как Даниэль Лазакович, которого мы привозили два года назад, величайший сегодня скрипач мира, они знают больше, чем мы им можем дать. Понимаете, в чем дело? То есть у меня, когда я на них смотрю и с ними общаюсь, ощущение, что они в прошлой жизни, то есть я не верю в эти прошлые жизни, я не индус в реинкарнацию, и тем не менее я вынужден поверить, глядя на них. Потому что Илова не могла к 14 годам столько чувствовать, столько понимать, столько знать, столько уметь. Данечка, когда привели его ко мне, ему было 8 с половиной лет, я сказал, у вас сын гений, а мама говорит, а почему вы знаете? Я говорю, да вот почему? Я ему через два месяца дам концерт Мандельсон, он начнет выиграть со всеми оркестрами во всем мире и будет лучшим скрипачом. Она говорит, ну откуда вы сейчас это знаете? Я говорю, да по нескольким звукам видно, по ребенку видно. Дети гений, они отличаются, они отмечены, понимаете? И вот приедут два ребенка гения, и я не могу вас активно приглашать, потому что мест в реформаторской церкви немного запрещают забивать, заполняют. Там гениальная акустика, это будет впечатление жизни для тех, кто попадет туда. Но вы должны знать, что это будет, что это состоится и что это будет 25 числа. Может быть, так оно и должно быть, что те 70 человек, которые попадут, это и есть тот процент, которые должны быть там. Ужасно, жалко, конечно. А остальные будут идут к Моргенштерну. Там все хорошо будет. Но в церкви Павла на следующий день, 26 февраля, будет побольше места. Это будет уже ваш, я понимаю, такой концерт большой. Да, вы знаете, да. Я, конечно, соскучился по своей рижской публике, по своим рижским слушателям, зрителям, по своему обмену энергетическому с ними, потому что два года я, как и все, был без концертов, в изоляции. Вот только недавно съездил в Алма-Ату, и там была вот эта конференция, о которой вы упомянули. И это очень сильная конференция. Поэтому все, что сейчас происходит в Казахстане для меня, это как будто бы я переехал на другую планету. Понимаете? То есть, когда этот президент объявил, что там 20 тысяч террористов, я так даже немножко испугался, думаю, это какая-то другая планета. Я только что там был. Я гулял по Алмазке. Я встречался с умнейшими людьми, с талантливейшими людьми. Я получил в подарок учебники русской литературы. Русской, не для русских только, а для всех жителей Казахстана. Это учебники современной русской литературы 20 века. Знаете, с чего она начиналась? Один учебник для технократов начинался с Пастернака, а второй для гуманитариев с Мандельштама. Один из четырех разделов литературы 20 века называется «Что такое тоталитарная система» и ее отражение в литературе. Вы такое можете себе представить сегодня, например, в России? Да, просто поразительно. То есть даже Латвия, которая самостоятельная, свободная страна, не додумалась до того, что надо расплеваться с тоталитарной системой. Надо, чтобы не вступить в нее опять, а это можно сделать даже без помощи России. Чтобы не вступить в тоталитарную систему, она все время, понимаете, вот как наркоман, который избавился от наркотика, и вдруг увидел шприц, и схватил его дрожащей рукой, и опять засадил. И опять все сначала. Как человек, который бросил курить, это я уже ответственно заявляю, я бросил курить четыре месяца назад, я был злостным курильщиком, понимаете, и вдруг решил себе сделать подарок с 70-летию. Лучшего подарка мне никто не сделает, чем я себе сам. И проявил всю силу воли, все мышление, весь интеллект, и сказал, все, ты не будешь зависеть от этого. Ты свободный человек, но ты был не свободен с физискурением. Так вот, понимаете, вот эта вся история, когда вдруг Казахстан неожиданно обнаружился, что где-то скрывали, есть 20 тысяч зарубежных террористов, руководимых Америкой и все прочее, то есть опять начинается паранойя. Я думаю, что самая страшная болезнь это сегодня, это не ковид, понимаете. Ковид все-таки, как бы то ни было, мерзкая штука, да, некоторые даже умирают, умирали от гриппа, умирали от простуды, умирали от онкологии, умирали от старости, умирали от того, что чихнули не так, и так далее. Но самая страшная болезнь сегодня, это вот та, о которой я только что говорил и говорю. Понимаете, это ужас, это тоталитаризм, который людьми воспринимается как норма. Понимаете, то есть вот этот вот, тот самый хомо и метатикус, он вдруг неожиданно полюбил тоталитарные режимы. И они, тоталитаристы, встретились друг с другом, поняли друг друга. Причем, я не хочу никого сейчас называть поименно, потому что некоторые страны, в которые я верил, они тоже тоталитарные. Хотя внешне, вроде бы так вот, выходи, говори, на самом деле, тоталитаризм, это куда более серьезная вещь. Это отсутствие вот той высокой культуры, да? Да. Да, я вот просто хотел сказать, что это, наверное, тоталитаризм, вот отсутствие возможности свободно говорить, может быть, даже вещи, которые, ну, могут оказаться неправильными, но ты можешь высказать эту мысль и дискутировать с другими. Потому что я помню, что как вот на научных кружках, я историк был, вот самое главное было, нас все время побуждали, ты можешь сказать глупость, но ты должен дискутировать, чтобы понять, вот обсудить это, и ты вот потом отбрасываешь это. Да, 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 вы совершенно правы. И вот знаете, со мной же такое немножко и произошло. Моя любимая Рига, моя любимая Латвия. Я безумно с детства люблю, я обязан Риге и Рига с Ваасара. Вот этому фестивалю, который я посещал, меня родители привозили каждый год с детства. Я слышал всех великих скрипачей, виолончелистов, дирижеров, оркестры. Это было чудо. Я только с годами смог понять, какое счастье мне подарила Рига и Рижский домский орган. И вот органы все, понимаете, потому что Рига это органная столица мира, потому что величайшие органы не только в Домском соборе, но еще и в церкви Павла и в церкви Торнякаус. Это все великие органы, маленькие и большие. Это все гениальные интонированные органы. Вот когда мы будем сейчас выступать, мой концерт будет в 26-м церкви Святого Павла, там тоже орган висит, тот же самый, такой же точно, конструктивно, по замыслу, по интонированию, как и в Домской. Понимаете? Так вот, я когда-то, несколько лет назад, на пресс-конференции, когда шли дебаты насчет языка, я сказал, что наиболее успешные страны это билингвальные страны в мире. То есть страны, которые не только не выбрасывают какой-то язык, а добавляют к нему еще один язык. То есть, если так исторически сложилось, то есть и латышский, и русский, и где-то немецкий, и где-то... Так, милые, вы же счастливейшие люди, потому что за каждым языком стоит не сегодняшний вождь или властитель, не сегодняшняя политическая конъюнктура, а за языком стоит уникальное историческое развитие, великая литература, великая поэзия, великое мышление. Понимаете? И это же совершенно понятно. И когда я это все сказал, вдруг смотрю, у кого-то лица посерели, помрачнели, как-то казинник, вроде бы демократ, и радует за то, чтобы латыши по-прежнему продолжали говорить на русском языке, и что были и русские школы. Как так? Мы не позволим. И тут я думаю, господи, куда я попал? Мои хорошие, дорогие, латышские коммунисты, большевики, потому что большевизм это не Советский Союз или Немецкий Союз. Большевизм, фашизм, это все разновидности одного и того же тоталитарного мышления, при котором любая точка зрения, отличная от моей, порочна. Есть две точки зрения, моя и неправильная. Понимаете? И, к сожалению, в человеке это заложено. Понимаете? Ну, как мне хочется приехать в мою любимую Ригу, в мою любимую Латвию, к моим любимым латышам. И латышам, и русским, и полякам, и читать им и Пастернака, и Словацкого, и читать им великую польскую поэзию, и Мицкевича, и читать, господи, так понятно все, что мы едины, что мы велики языками, культурами, и так далее. Но вот, оказывается, я уже высказал мысль, которая не нравится. А ведь поразительно, вот буквально в соседнем здании с нашим, вот из которого мы ведем эфир, родился Сергей Эйзенштейн. По улицам ходили и Вагнер, и Гердер, и, ну, в принципе, вот Рига, как какое-то такое притяжение, магнит каких-то самых разных культур и великих людей, вот, в принципе, ну, кажется, наоборот, ведь это копилка какая-то удивительная. Конечно же, да посмотрите, как на весь мир люди, дети, когда-то детьми, воспитанные в Риге, великие музыканты, все. И Соломон Волков, герой сегодняшнего времени, написавший такую книгу, от которой весь Советский Союз мог развалиться, если вы все ее прочитали. К счастью, опять же, читают не все, «Процентик», и Гидон Кремер, и Миша Майский, Господи, Соломон Волков и так далее. Но если я начну сейчас перечислять, у нас вся передача. Барышников, да, там можно... Да, Господи, да сейчас начну. Ныне живущий аврамец, выдающийся ученый, который стал сейчас только что пожизненным, почетным академиком в своей консерватории. Это все очень правильно. Это все люди. А ушедшая недавно Маргарита Тунц, это был лучший музыковед Советского Союза. Господи, мы с ней так дружили. Я когда-то приезжал маленький, и она давала мне образы первых лекций, которые на меня повлияло. А у меня бабушка с ней работала в филармонии. У меня бабушка пианистка, она работала, да. Тесен Вирк. И вот она умерла. Я помню, последний раз мы расстались, когда мы были вместе в жюри, она же была в жюри вот этого конкурса, да, восходящие звезды. И вот она уходила пешком. Я так смотрел вслед и думал, какая-то она сейчас особая, одинокая, что-то с ней не то, такая замечательная. И вдруг я уезжаю из Риги, и через некоторое время узнаю, что у нее, оказывается, был рак. И в последней стадии она это знала, она держалась великолепно, вела себя так, как только может вестись высший человек, понимаете. Она улыбалась, она говорила умные вещи и все прочее. И мне она очень такой комплимент сказала такую хорошую вещь, не хочу хвастаться, даже не буду говорить, но сделала комплимент. Она сказала, что, ну, по сути, как бы в гроб сходя благословила. Получилось, да. И вся вот эта Рига с ее тогдашней обстановкой, которую я хорошо помню, они не могли родиться в другом месте, они не могли провести детство в другом месте все, потому что весь город был скрипичный, творческий, напитанный интеллигенцией, элитой. И какие были даже русскоговорящие русские, которые писали стихи, которые нельзя было публиковать в Москве. А в Риге можно было. Понимаете, Ригас Балс была более советской газетой, чем газета «Правда» в те времена моего детства. Мы ее покупали для того, чтобы смеяться, потому что ничего более коммунистического, чем рижская газета, тогда не было. Но параллельно, вот прикрываясь Ригас Балс, в Риге издавали такую поэзию, такую прозу, за которую мы в Москве вообще без права переписки. Понимаете? То есть это была наша отдушина. Это был наш запад советский. Меня не пускали за границу. У меня был запрет на выезд за границу всю мою жизнь до прихода к власти Горбачева. А вот Рига, Таллинн, Вильнюс были за границей. Все равно за границей. Какие бы газеты они не выпускали, какие высокие лозунги они не произносили. И вот я сегодня изо всех сил хочу, чтобы страна, возглавляемая столицей Ригой, была подлинно демократической страной. Это значит, что добро пожаловать. Знаете, что сказал совершенно потрясающий польский писатель, фантаст Станислав Лем? Да. Потрясающая вещь. Я хочу, чтобы она всюду прозвучала. Он сказал, что демократическая страна это не та, в которой нет оппозиции, а это страна, в которой нет оппозиции, потому что для нее нет горючего материала. Хорошая, да. Видите, как просто, да? Здорово сказал. Вот никто не боится ни китайского языка, ни русского языка, ни немецкого языка, ни французского. Все только радуются, что ты говоришь и по-русски, ты говоришь и по-французски, ты говоришь на иврите. Какое счастье, господи, сколько культур в тебе теперь, сколько книг ты можешь читать в оригинале? Вместо этого они читаются, нет, мы, страна, да, и так далее. Я помню еще, я сам поддерживал эту мысль, что Латвия единственное место на земле, где латыши могут говорить на своем родном языке. Как только появилась возможность, куда делись сто тысяч, двести тысяч, полмиллиона латышей, на каком языке они говорят? Я их видел в Португалии, а не по-испански, а по-португальски говорят, на каких угодно языках и все прочее. То откуда вы? Мы из Риги. Ага, вы из Риги? А, так вы все-таки решили заговорить на португальском языке, потому что Португалия единственная страна, где латыши, могут говорить по-португальски. То есть, понимаете, ум человеческий имеет пределы. Глупость человеческая беспредельна. Да, трудно не согласиться. Да, да, да. Конечно, сейчас вот эти три дня всего, три дня, это очень... Вы меня слышите? Да, 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 мы слышим. Просто пишут, ваше соединение неустойчиво. Бывает иногда, да. Чуть-чуть тормозит, но, в принципе, он потом восстанавливается через секунду. Там какие-то секундные пробелы. Да. Вот я сейчас приеду, и вот 26-го я встречусь в церкви Святого Павла со всеми, кто сможет прийти, со всеми, кто меня помнит, кто за два года соскучился. И вот мне помогут там совершенно потрясающие мои друзья, феноменальные музыканты. Ингуна Гринберга, но это вообще человек-оркестр. Это же вообще человек-инопланетянин в какой-то степени, когда она играет на органе, да, что она вытворяет, какие у нее свободы, импровизации, мысли, как она всю музыку держит в себе и передает этому грандиозному инструменту органу. Потом Юлия Семенова, моя любимая певица, которая будет петь. Я помню последний раз посещение Рижской оперы, когда Травиату, она пела Виолетту, знаете, это было потрясающе. Я просто давно уже не слезился, когда слышал, мне кажется, я музыкант, я все знаю, не гоже мне плакать, а тут я не выдержал. Такая гармония, такое совершенство, она так здорово пела, и я очень рад всегда с ней сотрудничать. Вот она будет в церкви Павла 26 числа. Будет Ивар Беспрозванов, виолончелист, который одновременно виолончелист оперы, и он же преподает в школе Дарзиня. Да, школа Дарзиня, это, конечно же, бренд мировой на самом деле, потому что именно из школы Дарзиня вышли музыканты. Вот я очень рад. Ну и, конечно, всюду будет Станислав Соловьев, выдающийся пианист, потрясающий. И самое главное, что все, кто принимает участие в концертах и 25-го, и 26-го, это просто выдающиеся музыканты. Понимаете, они уже столько, в 15 лет, этот виолончелист, да, он же уже все, что можно на земле получил, да, и все премии, и фонды, и возможности, о нем говорят, говорят, его слушают, 15-летнего ребенка слушают, как одного из величайших виолончелистов мира. Я уже не говорю об Илве Эйкс, которая, ну, просто чудо, поэтому еще раз говорю, очень хочу всех срочно немедленно пригласить, бросите все дела и давайте в реформаторскую церковь. Но это тот случай, когда кому достанутся билеты, те, кто успеет. очень повезет. И будет ведь еще один вечер, третий вечер 27 февраля, это уже в Малой Гильдии, да, это еще одно мероприятие. А, это не еще одно, а это просто завершающее. наш главный, привлечительный концерт, в котором встретятся и члены жюри в концерте, прямо на сцене, и победители, и победители, дети победители. Опыт показал, что у нас очень высокий уровень участников конкурса. У нас, от нас вышло столько детей, которые уже всемирные. Понимаете, очень здорово. И латышские потрясающие дети, и национальные инструменты мы вытащили, да, и показали, что можно сделать. Вот там потрясающая учительница, и у нее все время она поставляет нам учеников блестящих. То есть, вы знаете, я просто всегда очень рад, потому что там потрясающие скрипачи. У вас замечательные педагоги сохранились от тех дальних времен, которые постоянно продолжают работать и выдавать на гора великолепных мальчиков, девочек, скрипачей. У вас прекрасная фортепиадная школа по-прежнему. Самое главное, теперь, с моей точки зрения, как культуролога, воспитать для них публику. Вот беда будет. Ой, да. Я, кстати, тоже все время думаю о том, чем объяснить все-таки вот то, что как будто бы ведь в какой-то короткий период времени, в рамках мировой истории, 250-300 лет создавалась эта гениальная музыка, и почему вот вдруг пошел какой-то неожиданный спад, то есть вот как будто бы что-то вот исчезло, снова пошло какое-то упрощение музыкальное. Чем это можно объяснить? Несколькими факторами. Первый, то, что и 250 лет назад тоже была упрощенная музыка, только мы ее не узнаем, потому что она до нас не дошла, потому что она умирает вместе со своим временем, вся упрощенная музыка. А до нас доходят абсолютные шедевры. Ведь что такое классикос, это значит образец, то есть это совершенство, это то, что появившись, не умирает и не умрет. Чем отличается классическая музыка от всей остальной, условно говоря, бытовой попсы? Тем, что бытовая попса обслуживает вот этого сегодняшнего клиента. Она хочет сделать ему хорошо. Сделайте мне хорошо, как говорят в Одессе. Она хочет его одеть вот именно вот в эти стринги. Она хочет рассказать ему, как сейчас нужно спать друг с другом. Вот как сейчас вот на и принято. Быстренько, легко, без всяких проблем, без стихов, без мыслей и так далее. И великое искусство, оно всегда, к сожалению, это был штучный товар. Дорогой, ну что поделаешь, ну штучный, ну не получится у нас вот того, о чем я замыслил с детства. У меня была идея весь мир все перевернуть, раскрыть тайны, скрытые знаки, тайны творчества, тайны знаки. сейчас, когда вот два года уже пандемия, то мы с моим сыном задумали ютуб-канал, на котором решили отвлекать людей. Потому что о чем все говорят? О политике, о религии, о вирусе. Все. Вот, ну хотите, подыхайте, подыхайте, слушайте о том, что вас завтра уничтожат, послезавтра будут уничтожать и политика, и климат, и все. Ну хотите так, живите, убивайте себя, убивайте своих детей, убивайте в себе все. Есть другой вариант. И вот этот альтернативный вариант мы предложили через мой ютуб-канал Михаила Казини. Туда пошло какое-то количество людей. Но это небольшое. Где-то там два с половиной миллиона просмотров. Такое есть. Почти как поп-звезда. Но есть, как только я коснусь каких-то таких тем, как импульсионизм, например, вот что-то такое, то уже приходят несколько десятков тысяч. А остальные миллионы уже опять бегут слушать, как они умрут завтра, и что творится с вирусом, и что творится с климатом, и как готовится мировая война. Вы знаете, когда умируется... Или новую песню Бузовой. Я хочу... Да, еще важно, да, куда... Понимаете, продолжает ли там Бузова с кем-то спать или уже проснулась. Понимаете, это же куда важнее у Бузова или как еще вот это Ивлеева. С кем она теперь спит? Надо проснуться и быстрее узнать, проснулась она или спит. То есть вот этот вот весь абсурд, да, он рассчитан на вот это ниже пояса, на вот эту многомиллионную толпу обезумевших от пустоты существ, которым нужно опять при помощи речи, поскольку подражательная речь, внушить вот эти нехитрые примитивные понятия. И вот нас не так много тех, кто с этим по-настоящему сражается. Понимаете, я приезжаю в Латвию 12 лет подряд, только два года перерывы. Я не знаю, кто там министр культуры, кто в управлении образования. Я никогда их не видел, они никогда ко мне не приходили. Но когда это не приходит ко мне в Брянске, я это понимаю. Но когда в Риге за 12 лет никто не пришел, мы звали Нильса Ушаков в одну приди, хоть раз послушай, посмотри, что мы делаем в Риге, в веренном тебе городе, не пришел. Понимаете, то есть вот как-то так получается, что мы отделены, мы барахтаемся, мы делаем все, что возможно. Понимаете, но видимо Бузова сильнее, Бузова сильнее. Я помню, я в какие-то советские годы поехал в Ярославль, задача была встретиться со всеми студентами, причем для них абсолютно бесплатно, никаких там денег, ничего, приехали. И вот мы приехали, нас встретила на поезде тетенька, там холодно, значит, взяла такси, привезла нас, вот поселила в гостинице, говорит, посетите пока и так далее. А в это время вместе с нами приехал Леонтьев, тогда была звезда, взошедшая. И тут обкомовская машина, сразу куча встречающих, сразу банкет, сразу цветы, усыпано все, его весь путь цветами, вечером сегодня ужин в обкоме партии, в обл. все стремятся попасть и так далее. А в это время Михаил Казин с пианистом тихонечко пытается делать свое дело. Но мы же непрестижны, кто мы такие, что мы делаем и кому это надо, кому это интересно. Где начальник управления культуры Ярославский? Да он, конечно же, на встрече с великим детям культуры Леонтьева, где вся культура, образование, конечно, на встрече с Леонтьевым. А сегодня удивляются, что не могут двух слов грамотно написать поколение за поколением на русском языке. Я не знаю, как там с латышским языком пишут, грамотно или нет, но на русском точно. Сейчас можно уже и не узнать слова. Прекордное слово, которое у меня появилось в книге. Да, я просто хотел сказать, что и латышский язык тоже, и он испытывает очень сильное давление английского. Молодежь говорит англицизмами, и вот хватаются за голову, боролись с русским языком, а просмотрели, что сзади подкрался другой враг, и латышский язык очень засорен англоязычными словами. Да, конечно, это все очень обидно, потому что латышский язык, у которого были замечательные литераторы, замечательные поэты, он заслужил право быть самим собой этим языком, понимаете? И, конечно, это тоже печально все. Но что делать? Где найти единомышленников в правительствах стран, в людях культуры, в людях образования, науки, чтобы объединиться, чтобы помочь друг другу и помочь сформировать и воспитать эту толпу, которая должна перестать быть толпой? Я когда-то, знаете, в конце 20-го века сказал, что есть два варианта. Первый вариант – это наступит эпоха Ренессанса, потому что 20-й век накормил всех двумя мировыми войнами, двумя страшными тоталитарными системами с концлагерями и там, и там. Причем первые лагеря придумал Ленин, а по его образцу уже товарищ Шикель Грубер уже продолжил свои социалистические партии, организовал и довел до совершенства эти лагеря, хотя они долгое время существовали параллельно и учились друг у друга концлагеря. И получается какая-то такая смешная и страшная вещь. Вот эти все идеи, они время от времени опять поднимаются, опять возникают, причем ни одно общество от этого не застраховано. И сколько бы я не кричал, что единственное спасение – это культура, потому что религия разделяет. Смотрите, православные ненавидят католиков, католики поглядывают искусно на протестантов, православные говорят, что протестанты это вообще не церковь, вообще не религия, это дьяволы, это сатанисты и так далее. Пойдем в другую религию, ислам. Что там такое? Шииты убивают суннитов, сунниты убивают шиитов и все во имя Аллаха. Понимаете, и так далее. Но нет покоя и не будет покоя. Религии всегда разделяли, потому что богов три тысячи и даже вицлипуцлисты и то оскорбляются, когда при них говорят вместо великого вицлипуцли, кукла носатая такая, вместо говорят о каком-то Иисусе Христе. А евреи удивляются, что это за Иисус Христос? Извините, такого имени не было в тем временах, когда он родился. Был Ишуа. Ишуа Бен Иоза. Вот так как Ишуа у Булгакова. Не случайно Ишуа. Как это может быть? Вы вот придите туда, где он родился, в Назарет, и там дети играют. Дети. И попробуйте, скажите, Иисус, иди сюда. Ни один ребенок не обернется. Один из них и Ишуа, но ему и в голову не приходит, что он Иисус. А где твоя мама Маша, то есть Мария? Он скажет, какая Мария? Такого имени не было. Это все латинисированное. Это уже через столетие, когда передавали, когда Ватикан, институт Ватикана Константин Великий открыл, он, они переименовали, чтобы религия стала католической, латинской. Нет этих имен, нет никакого Павлика. Никакого Павла не было никогда. Он бы вообще не открытался. Саул был. Это все древняя еврейская религия. Вы что, ребята, с ума сошли? И так далее, и так далее. Вот религии разделяют. Политики уже давно, понятно, разделяют. Если политиков собрать в одну клетку, то они начнут грызть другом в прямом смысле, понимаете? Ненависть уже настолько накопилась, да? Да, да. Если за президентами не будет охраны, а они окажутся беззащитными в клетке, то победит сильнейший, конечно, тут у кого зубы покрепче, потому что уже столько ненависти между всеми политиками. И так политика разделяет, религия разделяет. Единственное спасение – это культура. Культура едина. Культура у всех народов, потому что и суфии, и древние греки, и древняя германская культура, и мифология великая, и все. Это все едино. Это все из единого ключа. Понимаете? И тогда мы бы победили на земле. Мы бы создали рай на земле, если бы поняли, что мы едины. Но ведь для этого нужно изменить, наверное, систему образования, для того, чтобы дети с самого, не знаю, рождения начинали впитывать весь этот багаж знаний. Да, конечно. Поэтому я все время говорю о системе образования, провожу специальную онлайн-конференцию не только для учителей, прежде всего для родителей, потому что родители начнут дома с детьми по моей системе работать. И дети воспринимают это как веселую игру. Но это особый разговор уже, что такое моя школа. Школа ассоциативного мышления, школа, где все понятия связаны друг с другом, где не существует отдельного знания, оторванного от всего и так далее. Конечно, менять образование. Безусловно. Вот эти дети ни в чем не виноваты. Они приезжают на эту хаотическую планету, на эту глупую планету, где глупые, самоуверенные взрослые вещают истины. Понимаете, истины. И вот надо прислушаться, записать, проконспектировать. Вот как когда-то мы конспектировали классиков марксизма, ленинизма. Сколько времени бездарма было потрачено, когда я был студентом консерватории, когда я конспектировал материал 21-го съезда КПСС, речь Леонида Ильича Брежнева, когда я конспектировал Маркса и Ленина и статьи, и когда я осмелился сказать педагогу, что послушайте, почему вы упираете на один вид памяти? Это только определенная группа людей, которые когда-то они переписывают, они запоминают, остальные запоминают зрительно, слуховым образом, когда они читают, и так далее. Ну что это такое? Как я посмел? Я был уже этим самым высказыванием диссидентом, потому что только конспектируя, прикасаясь к этому великому наследию, понимаете, еще педагог, помню, говорил, кто это посмел сказать, Ленин? Или Владимир Ильич Ленин? Или товарищ Ленин? А Ленин, это вы Ваську во дворе можете называть, понимаете, то есть все были, Эйнштейн был Эйнштейн, Пор был Пором, да, но Ленин, только Владимир Ильич Ленин, другого варианта нет. Можно было сказать, Достоевский мимоходом, да, ничего страшного, не оскорбили русскую литературу и русскую культуру, я пытался еще в советские годы, когда говорили товарищ Леонид Ильич Брежнев, я говорил, слушайте, по законам русского языка, либо товарищ Брежнев, либо Леонид Ильич Брежнев, а товарищ Леонид Ильич Брежнев это нарушение самого элементарного закона, понимаете, Масло масляное из масла. Это все было бесполезно, потому что зомбирование тогда шло в одну сторону, сейчас идет в другую, потом пойдет в третью. И вот эта толпа, она кидается и туда, и сюда, и верит. А теперь она особенно верит старшее поколение телевизору. Почему, кстати, в Советском Союзе или в нынешней России, в нынешней России, например, все смотрят в интернет и верят всему, что написано в интернете. А потому что в советском народе сформировалась особая пиетет к печатному тексту. Раз это напечатано в газете, значит, это правда. Если написано в правде, что Солженицын литературный власовец, значит, так оно и есть, потому что это напечатано. Так вот, компьютер, к несчастью, это напечатанные системы. И огромное количество людей, пока вот все не вымрут, будут говорить, вот же, я прочел только что. А ты не понял, что над тобой поиздевались? А ты не понял, что это фейк? А ты не понял это? А ты это не понял? Нет, это я прочел. А раз я прочел, и это напечатано, значит, это правда. И вот как бороться с этими хомо-имитаттикос? Понимаете? Они имитируют, компьютеры имитируют газету. А человек, который читает это, имитирует напечатанный текст и воспринимает его как правду. И вот так на каждом шагу. Ну, я не знаю, может быть... Что мы можем делать? Ну, вот я помню, что были очень интересные эксперименты, когда в каком-то хулиганском районе, по-моему, Великобритания, они включали классическую музыку и тем самым разгоняли хулиганов, которые не могли просто... Ну, вот это было противоестественным. Для них совершать какие-то противоправные действия под классическую музыку. Там просто постоянно играла из репродуктора классическая музыка. Да. Это демонализует полностью, потому что нет стимула. Понимаете? Под Моцарта вдруг начинают ругаться, и так далее, хренеть, и так далее. Ну, это действительно очень сложно, потому что не то, что им нравится эта музыка, она переориентирует мозг и выбивает вот эту всю агрессивность в сторону, прочь. Конечно, это так, безусловно. Что вот... Как по-вашему, вот какие самые основные вот уязвимости современной системы образования? Чего не хватает для того, чтобы действительно воспитывать образованных, умных, мыслящих, главное, вот людей? Не хватает самого главного ассоциативного мышления. То есть, понимаете, каждая точка в пространстве оказывается сама собой, не связанной с предыдущим, не воздействующей на будущее, не связанной с другими явлениями, понятиями и предметами. В результате, понимаете, вот я часто привожу такой шуточный пример. Приходит в школу учитель географии и рассказывает про географию Африки. Вот так, по планам. Потом приходит учитель истории. Он не спрашивает, что у вас было на географии, он даже не знает, что была география. И начинает рассказывать про Великую Французскую революцию. Уже ясно, где произошла. В Африке. А где еще? Только что про Африку. Говорили целый час. Теперь будем говорить про Французскую революцию. А потом на беду приходят учитель русской литературы и рассказывают биографию Пушкина. Вот теперь все ясно. Александр Сергеевич Пушкин, который, кстати, и признавался, что он из Африки, под небом Африки моей, писал Пушкин. Он в Африке устроил Великую Французскую революцию. Я приводничиваю, сейчас шучу, но в принципе мозг начинает работать именно так. То есть в одну кучу лепятся все гуманитарные понятия и сведения. А моя школа, прежде всего, предусматривает такую вещь. Если у вас по плану Пушкин, то расскажите, почему Пушкин владел французским языком, почему Россия, дворянская, говорила на французском языке. Какое это отношение имеет к французской революции. И как целый ряд стран и сегодня говорят по-французски в Африке. Почему? Как? Вот это вам такой урок. Вот урок моей школы называется ассоциативный. Вы взяли французский язык и показали необычайное и удивительное приключение французского языка. А Пушкина в юности, в детстве назвали французом, потому что он говорил только по-французски и лучше всех говорил по-французски. И вот как случилось, что великий французскоговорящий или франкоговорящий мальчик, да еще с африканскими корнями, стал величайшим реформатором языка и по сути воссоздал русский язык, обогатил его и дал нам тот язык, на котором лучшие из нас и сегодня говорят. Потому что мы говорим на языке Пушкина. Они говорят на языке Бог знает каком, Бог им судья. А вот мы говорим на языке Пушкина, очаровательном языке. А чей очаровательный? Понимаете? Для уха услада и так далее. А те, кто не говорят, они, конечно, порочат русский язык, позорят его, превращают его в... Ой... У меня слово есть такое, которое мне прислали недавно в письме. Из-под-те-шка. Из-под-те-шка? Из-под-те-шка. Это слово из-под-те-шка. Вот это пока рекорд из всего того, что я собираю коллекцию замечательных слов. Я уже не говорю о том, что я вынужден во всех своих выступлениях публично говорить. Люди, если глагол отвечает на вопрос, что делать, что сделать, то в нем мягкий знак. Если он, черт, блин, не отвечает, нельзя мягкий знак писать. Мне нравится то, что вы говорите. Мне что делает, поэтому убери к черту мягкий знак. Самое простое, вообще правило. Но ставь некоторое время все вопросы к глаголам. Если в вопросе есть мягкий знак, значит, пиши мягкий знак. Если нет мягкого знака, не пиши мягкого знака. Нет. Сплошные ошибки в газетах, в журналах, в главных официальных текстах на русском языке. Это какой-то ужас. Невозможно читать. И так далее. Так вот, вы понимаете, моя школа предполагает совершенно иной аспект. Помните замечательный стишок детства? Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город пленных нищетях от того, что вкусница не было гвоздя. Вот это, можно сказать, закодированный стихотворением мой урок моей школы. Ассоциативное мышление. Связь всего со всем. Потому что, когда человека учат 11 лет подряд по 6 часов в день, он потом выходит и не может связать двух слов, то за это нужно сажать всех, кто его учил, а не его. Он тут ни при чем. Потому что, когда я касаюсь каких-то детей, которые приходят в мою школу или в школу, которые сделаны по моему образцу, это совсем другие дети. Остроумные, веселые мысли, ассоциативные. И, Господи, это естественно ассоциативное мышление. Понимаете, но вот это одно из условий. У меня очень важное условие есть еще. Чувство юмора у учителя. Это обязательно. Нельзя больше 10 минут говорить без того, чтобы дети улыбнулись, не улыбнулись. Нельзя. Потому что мозг устает от монотонной информации. Музыка великую роль играет, потому что, общаясь с нобелевскими лауреатами, я пришел к убеждению, что они все, так или иначе, у большинства, возьмем так для точности, у большинства в детстве была музыка. Мама, папа играли, соседи, сами играли, скрипки, рояли, все. Эйнштейн со скрипкой не случайно, который играл с Максом Планком, который тот играл на рояле. Это была великая музыка, великие ученые, великие мозги. Когда-то Лебенец сказал, музыка это скрытое арифметическое упражнение души, которое вычисляется, сама того не зная. Это уже понятно, что музыка стимулирует математику, математика помогает музыке, и музыка и математика это две ипостаси одного и того же божественного проявления. Вот это краткие тезисы моей школы, понимаете? Это школа интересная, школа, в которой каждый день тебя ждут парадоксы, неожиданности, непривычные ходы, необычные вещи. Понимаете, если я сейчас начну говорить о всяких удивительных, смешных и познавательных вещах в моей школе, то мы потратим еще часов 5-6, а у нас уже время подходит к концу. Да, я уже вижу, да, но у нас, я не знаю, успеем мы принять, у нас просто все время мигают звонки слушателей, я просто не хотел вас прерывать, но может быть... Давайте. Кого-то мы успеем под занавес. Добрый день. Добрый день, я позволю повторить вопрос, который вам не раз задавали, ну вот музыка классическая, вы сказали, да, она не на всех действует, не все ее понимают, вот там, допустим, Хачатурян, Танец Саблиный, там Полонеза Гинского, это же классика, это всем понятно, а некоторая музыка для нас, обыкновенных обывателей, это пытка, то есть просто слушать музыку, это как вот... И вы вот отвечаете на этот вопрос так вот своей энергетике, что не совсем понятно, что делать людям, для которых классическая музыка, но для меня в частности, она непонятно, не доходит, что мне делать, как мне жить дальше. Сейчас. А вот я вам сразу дам такой совет, очень скромный совет. За свою жизнь, вот мне исполнилось 70 лет, да, в прошлом году, в ноябре, я за всю свою жизнь сделал полторы тысячи радиопрограмм, посвященных классической музыке. Мы сняли огромное количество фильмов, посвященных классической музыке. Эффект Баха, эффект Моцарта, эффект Шопена, эффект Шуберта, эффект Бетховена, эффект Детства, эффект Эгзюпери и так далее. Вот посмотрите эти фильмы, зайдите на мой YouTube-канал Михаил Казини, почитайте мои книги, и если после этого вы через год скажете, что классическая музыка вам непонятно, недоступна, скучна, и что вы на моих концертных встречах скучали, я скажу, сдаюсь, вы правы, не для всех и так далее, а я уверен, что большинство вскормленных молоком матери, рожденных матерью детей, будут способны воспринимать великое искусство. Только им его не дают с детства и начинается тормоз, табу. Все, что как бы серьезно, это не для тебя, детонька. Полонеза Агинского, пожалуйста. Причина популярности Полонеза Агинского «Танцы маленьких лебедей» есть, но об этом должна быть другая передача, я делал такие программы. Есть ли еще вопросы? Ну, еще есть, но я просто смотрю, у нас, к сожалению, мы, наверное, не успеем, а лучше, может быть, мы эти минуточку последнюю посвятим тому, чтобы еще раз напомнить нашим слушателям, кто-то подключился сейчас, что 25, 26 и 27 февраля будут проходить Дни Казинника в Риге, это будут три концерта, каждый концерт будет в своей аудитории, это будет и Первая Реформаторская Церковь 25 числа, второй день это будет в Церкви Святого Павла, и третий это будет в Малой Гильдии, три концерта, и первый день это будут выступать, по-моему, Илва Эйгус и Максим Гизар, и будет Станислав Соловьев, ни много, ни мало, это просто подарок, это три великих музыканта, которые собираются вместе, вот, и начало такое будет неожиданное, в общем, те, кто смогут туда попасть, это да, второй день это будет лекция выступления самого Михаила Семеновича Казинника, это будет в Церкви Павла, и третье... Ну, это будет всюду мои выступления, я буду проводить все концерты, это же дни Казинника, да, да, все, все дни, да, да, и третье, это будет уже такой галоконцерт в Малой Гильдии, где будут все и участники жюри конкурса, и участники победителей конкурса, так что это будет очень-очень интересно, спешите, потому что из-за, я понимаю, ограничений коронавирусных все-таки количество билетов будет гораздо меньше, чем, ну, было до вот этих печальных обстоятельств, а мы благодарим, конечно, Михаила Семеновича за то, что вы уделили нам время, смогли пообщаться, рассказать столько интересного, спасибо, поздравляем вас с 70-летием, очень ждем в Риге, спасибо большое, до встречи. До скорой встречи, до скорой встречи, дорогие мои. Всего доброго. Радио Болткома